Так, опять аркни в бане, опять задайр, господи. Блин, там андерлорд, блядь, это плохо, это очень плохо. Блин, это плохо, это су, это лучший контр-наги, блядь, так не хочется играть против него. Хочешь залутать 30 долларов бесплатно? Для этого переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получай халявный бонус. Ну что, вы готовы? Отравляемся в прекрасную партию на наге сирены, ребят, поехали. Сегодня все игры невероятно прекрасные, очень долгие и интересные. Постараюсь наполнить это такими же эмоциями, парни. Я рад, что ты эсэфа против наги заролил, брат, ну хватит, хватит дышить, хватит дышить. Я ничего не могу вообще, это мой самый сильный контр-пик в игре, эсэф видовый. Шрак? Нет, эсэф не такой противный даже. Эсэф с первого левела тебя ничего не делает, ну как минимум на первых. Разобью руну, подберу вторую, ну и б***ь, все равно на миде ставит. Что у него порезом? У него почти нет рессов. Ребята, мне кажется, или я против эсэфа мид нормально отстоял. По-моему, вообще прекрасно. Такое раз жизни бывает. Раз жизни. Такое раз жизни бывает. Ну, буквально раз жизни. А теперь гуль получается. Так, если я начну. Б***ь, ну б***ь, ну б***ь у вас эсэф пока нормально стою, конечно, но уже не могу, уже надо влез, в полулез. Я ни разу не умер, 40 крипов добил, вышка до сих пор стоит, я думаю, все прекрасно. Надо просто, надо смириться, что все, вышка уже взял, надо смириться и отпустить. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово! Привет! 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 Спасибо большое! Спасибо за донат, брат! Жизнь не весело! Блин, на миде правда присунули в этой игре. По всем параметрам все отлично! Даже в доте все хорошо, на удивление, что реже всего бывает. Так, еще там донат один был, еще один я сейчас помню. Малая поехала в поездку со своей работой типа в горы. Звоню наверное раз двадцать. Они там отмечали типа, а я такое, что надумываю себе постоянно. А я такое, что надумываю себе постоянно. Как бы ты делал в такой ситуации? То есть ты звонишь двадцать раз, тебе не отвечают. Твоя девушка поехала куда-то, хуйми куда. И ты еще любишь надумывать, брат. Ну как тебе сказать? Слушай, друг, просто в такой ситуации, где ты надумываешь, ты не должен ее в принципе отпускать куда-то одну далеко, понимаешь? Смотри, варианта два, всего два. Первый, ты не надумываешь. Второй, ну типа, если ты надумываешь, то делай так, чтобы не надумывать. То есть, короче, ты понял. Но это как бы нормально, фантазия присуща всем людям. И, ну, поехать в горы поеб... Тоже, ну, бывает и такое в жизни. Брат, просто если ты реально каждый раз, когда твоя девушка куда-то далеко уходит, у тебя начинается паранойя, то просто не отпускай ее. Ну, банально, скажи, что так и так, типа, я переживаю, но... И все, это должно решить проблему, по идее, возможно. А если не решит, то, ну, блин, то еще надо задонатить. Да не поэтому донат, в смысле, я пошутил. Я все рассказал. Ну, я все тогда рассказывал как-то. Вайп текущей игры я бы описал, знаете, как такое легкое отчаяние. У меня на 14-й минуте нет радика, мы вроде бы как медленно проигрываем, а мой драфт противника контрит меня в нулину. И еще такая музычка, знаете, немного меланфоличная. Вот. Вайп этой игры, это мы медленно проигрываем. Мы просто медленно проигрываем, но с улыбкой на лице. И, возможно, случится какое-то чудо, и я смогу выиграть против такого драфта, но пока у меня такие медленные лузы. Спасибо, брат, спасибо. Это очень приятно. Смотри, по факту основной, основной козырь, это то, что первое, у меня каждая иллюзия на отдельную кнопку забинжена, что позволяет мне, типа, знаешь, вот так как быстро водить, просто переключаться по биндам и водить. Это очень сильно помогает. Ну, без этого, в принципе, у тебя, ну, понимаешь, ты как бы ограничен количеством биндов. Если у меня будет две группы биндов, я два спота буду фармить. Если у меня четыре, то четыре могу. То есть это первое. А второе, практика, брат, практика, практика. Можно мои стримы иногда смотреть, но так практика, так реально практика. Вменишь на отдельную кнопку иллюзию, нажимаешь два раза на кнопку бинда, переводишь камеру. Приказы я даю по миникарте. Вот, видишь, у меня сейчас иллюзия раз, два, три. На миникарте мои иллюзии все пошли куда-то, а я даже ничего не делал. Я просто любил раньше в осы играть, и из этого мне, скажем так, мне достаточно привычно нажимать на маленькие кружочки. И когда я фармлю, я по сути играю вот как лоссы на миникарте. Вот я сейчас камеру перевожу, только вот я сейчас не перевожу, и точно так же отправлю фармить еще вот вот сюда, и вот сюда еще отправил. Это, наверное, основное. Наверное, это основные какие-то механики. Всегда рад помочь, парни. Любой из вас, ну, должен набивать еще больше на наги, я считаю. Потому что, понимаете, ну, пройдет полгода, ребята, ну, меня забанят на твиче. Кто-то же после меня должен на наги играть? Брат, брат. Блять, а можно я монту до фармлю, а ты пока прыгать не будешь? Ну, я бы после монты ответил на донат. Братан, повиси там на проводе или на чем ты там висишь? Ну, у меня игра сложная, монту хочу купить, а потом помочь отсюда. Еще и трек такой заиграл. Трек для донатера специально. Так, ладно, давайте серьезно, давайте посерьезнее. Давайте посерьезнее, потому что, ну, слушай, мне мораль не позволит как-то зарухли до конца. Ну, да, не прикольно, да, не прикольно. Я с тобой абсолютно согласен, ну, максимально согласен, понимаешь? Но не все так живут, не у всех такие же, там, не знаю, мотивы и все такое. Нельзя вставать в невидении, и тем более, если ты говори, если ты уже, если ты звонишь 20 раз, значит, это для тебя важно. Вот для тебя буквально важно понимать, где там человек находится, раз ты 20 раз звонишь. Ну, и получается, как бы, ну, она понимает, что для тебя это важно, и все равно, брат, это неприкольно. Надо поработать над этим моментом, нужно просто над этим поработать. Твои отношения, твоя жизнь, ну, у тебя есть свои механики взаимодействия с девушкой, но... Но мне кажется, что я бы, по крайней мере, попытался удостовериться, что если мне это пи*** неприятно, то этого не будет происходить. К тому же, знаешь, знаешь, что самое главное? Это же не сложно, вот, это же не сложно. Позвонить не сложно, позвонить реально не сложно. Если, ну, если тебя просят позвонить, это же не сложно, вот, что больше всего удивляет. Братана, с вероятностью 20% у неё в бату не твой может быть Но где-то 20% То есть, понимаешь? Просто учитывая все факторы, что позвонить реально несложно И что для тебя это важно Но просто где-то 20% знаешь, я бы отвёл на то, что что-то не так Но типа, но 20% 20, брат, не больше, 20 Так, мне надо тюременем Тараску добрать, что буду дальше делать Так, я хочу дальше хэграунд не ломать У меня есть бабочка, я бы такой, чтобы... Я способен сломать тавер, как сейчас Я её ещё убил Какой же я жёсткий, нахуй Я её ещё и убил Я задоджил ульту Блин, мистер Ванадайч А клип или я доджу там ультой Я задоджил, сколько я задоджил Задоджил к ЛСФ, а задоджил уже это Задоджил Я просто молюсь, чтобы завтра я проснулся Зашёл в ТикТок и увидел миллиард просмотров Просто я бы так был счастлив Парни, есть одна идея Ладно, озвучу чуть попозже Есть ещё одна идея по продвижению У меня есть идея, как стать пи***ц каким популярным Но мне нужна ваша помощь, парни Так, я хочу им бараки Я им пойду бараки писать по-нибудь Я сейчас им бараки сломаю за это время, ребят Попадите их, пожалуйста Парни, нормально у них бараки падают Блядь, у меня нету тревелов Парни, у меня маны нету А в теории кто-то шрицается быстро? Я просто долго живу че-то Просто была бы мана щас, просто мана Блин, или я бы уже на самом деле трон сломал и чатился В таком плане если Так, нужно бараки ломать, я взял вторую бабочку на дпс У меня нужна помощь, мне нужна помощь, я один вообще Парни, я супер один, чуть-чуть хотя бы Или маны, есть маны залить, парни? В какой-то форме Парни Я очень хочу выйти Я очень хочу выйти Бараки хоть На троллев сломал бы бараки хоть, брат Тролль, тролль, а можешь купить себе шар, чтобы вязать Может это, это так спит на иллюзии потом Я их прессую на базе, парни По-моему, соберете здесь, давайте Т2 заберем И я буду финальную осаду делать Ти нахуй, ти нахуй Парни, я устал, они меня пиздят Три-пс Типа, да, где-то Три-пс Какая, в чём на бараке сша сломалась Мне интересна бараке Мне интересна бараке в первую очередь Три-пс Чё, я так ни разу не ошибся за игрой 40-21 ни разу не убирал Я с вами обожгонду А, у меня тараски нет Но у меня бай есть А, у меня нет бая У меня нет бая, парни, оказывается Фул, б***ь, три цифры в ГПМе Парни, не дожал четыре Не дожал четыре цифры в ГПМе Но я в этой игре много постройки бил, кстати Типа, я взял себе две бабочки и кирасу И тараска в пеке, потому что этот билд, он именно Показываю, ребята, билд, который используют для того, чтобы ломать здание Когда мы не можем драться с дратом противника В данной игре против нас был Андерлорд, ИСФ и Марси И в сумме под всеми аурами Андерлорда Драться было в замесе невозможно То есть мы просто ничего не могли сделать И мы выиграли без единой смерти, без единой ошибки Ну, кроме одной подфонтани в самом конце В общем, показываю стандартный Стандартный закуп ПТ Радик, Монта, Тревела Вот это, ну, это база Ну, базу добираем Берем бабочку, Тараску Дальше вторую бабочку Там где-то в процессе берем Моншард И потом мапаем Тревела Меняем кирасу на Тараску Чтобы было еще больше урона по зданиям, ребят Забирайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому